Друзья, всех приветствую! Конец сезона, показывать уже тут на поле нечего. Все работы закончены, готовимся к зиме. Урожай собран, продан. Что не продано, заморожено. В общем, друзья, этим сезоном я лично всем доволен. Но не доволен одним. Постоянно непрекращающиеся вопросы, одни и те же. И, ну, скажем так, у людей завышенные ожидания по поводу голубики. Я имею в виду тех, кто хочет только начать выращивать голубику, кто ни разу этого еще не делал, кто хочет прийти из других сфер бизнеса и вот заняться чем-то таким сельскохозяйством. Вот давайте, друзья, об этом с вами и поговорим. В этом месяце появилось у меня немножко больше свободного времени. Больше было у меня встреч с людьми, у которых были, ну, примерно однотипные похожие вопросы. Люди, которые хотят прийти, скажем так, в ягодный бизнес из других сфер деятельности абсолютно разные, но у всех, ну, нет никакого опыта в каком-то большом масштабном выращивании. То есть там, ну, конечно, у всех есть какая-нибудь дача или деревня, 15, там, 10, 5 соток. Но люди хотят сменить, естественно, свой бизнес, да, свою работу и хотят зарабатывать столько же, а то и больше. Поэтому люди хотят сразу по, что там гектар, да, 2, 4, там, 6, 10. То есть есть какие-то накопления, которые люди хотят перелить вот в это дело. Друзья мои, много уже раз говорил во многих роликах, ну, так вскользь, наверное, и только о себе. Сейчас, наверное, надо все-таки повториться и объяснить, ну, чтобы, ну, наверное, не задавались этим вот вопросом. Друзья мои, голубика – это не тот бизнес, где вы заработаете просто. Это не тот бизнес, где вы заработаете легко и быстро. Если сравнивать, ну, с другими ягодами, то, может быть, может быть, на 5-10% здесь работы меньше, чем с другими ягодами. Но, есть очень большое «но», когда вы начнете зарабатывать. Одна ошибка в поливе, то есть вы не долили воды, у вас не завязалась ягода на следующий год. Одна ошибка с удобрениями, вы переборщили с удобрениями, напал какой-нибудь антракнос и побил ваши кусты. Опять же, у вас нет урожая на будущий год. Одна ошибка – это вы банкрот в следующем году. Поэтому, сколько бы там видео вы не смотрели, там, где прямо голубика как бизнес, вы там отобьете на третий год, ну, все еще есть такие видео. Смешные, конечно, что там на третий год, а на четвертый вы, значит, богатый человек. Друзья мои, на четвертый год получения прибыли, то есть на третий год у вас уже, значит, отбивается весь ваш бизнес, на четвертый год, вы уже в плюсе. Такую технологию я встречал только в Голландии. И при такой технологии, друзья мои, даже не думайте, что 30 тысяч долларов на гектар у вас получится. Там намного-намного больше. Вот. Поэтому, друзья, если вы хотите быстро заработать денег, то голубика – это не то, чем вам следует заниматься. Обратите свое внимание на клубнику, на малину, которую можно, ну, чуть-чуть, да, но дает там в первый же год. И там даже на второй год вы отобьете вложенные деньги. Опять же, если подходить с умом, а не там на все деньги, сейчас мы тут как закупимся. Еще, друзья мои, такое вот замечание, что, ну, многие хотят, конечно, я понимаю, что ненавистная там всем работа, хочется ее быстрее сменить. И, ну, я бы не стал спешить на вашем месте. Конечно, хочется ее быстрее сменить, но голубика вам даст этот шанс только через, ну, лет 5-6, друзья мои. То есть, только через 5-6 лет, если вы не будете делать ошибок, у вас все получится, вы сможете зарабатывать столько, чтобы хватало вам и вашей семье, ну, на весь сезон. Можно так сказать, на весь год. В противном случае, друзья, если у вас нет какой-то, какого-то источника дохода, чтобы кормить вашу семью, вы же не будете сидеть и ждать вот у этих кустов, когда же ягодка вылезет. Вам надо кормить вашу семью уже сегодня. Поэтому я бы не спешил с расставанием с ненавистной работой. Все-таки до того, как этот бизнес созреет, опять же, 5-6 лет, вам нужно где-то брать деньги. Поэтому, друзья, сколько бы денег у вас не было, ну, не торопитесь. Тем более, с так стремительно изменяющимся миром, может быть, вы еще и за 5-6 лет еще и найдете, куда эти деньги деть получше, чем в голубику. Да, друзья, расскажу на своем примере, что я действительно, у меня там было видео, что я там сидел, ждал, ждал голубику и, собственно, дождался. Но все это было очень тяжело, так как мы потратили все наши сбережения, сюда в это поле вложили. И, ну, было, скажем так, боязно за состояние нашей семьи. Но я нашел, ну, скажем так, параллельное, скажем так, смежное занятие, которое, ну, скажем так, зарабатывали мне денег и на семью, и на это хозяйство, пока оно еще не может меня прокормить. Поэтому, друзья, я бы на вашем месте сильно задумался, стоит ли оно того. Потому что, как зарабатывание денег, я вижу голубику, как, ну, не знаю, как образ жизни. Вот мне нравится, ну, допустим, идея, да, что у меня здесь дом, у меня здесь, ну, какое-то дело, я чем-то занимаюсь интересным, о том, что приносит мне деньги. Но, в первую очередь, это мечты о том, что у меня здесь дом, и я хожу вот по целому саду. То есть голубик, конечно, наш рано или поздно-то станет высокий, и у меня здесь будет целый сад, по которому буду ходить, любоваться, ну, и, конечно же, работать. То есть, друзья мои, голубика – это даже не средство заработка, ну, лично для меня, это, ну, скажем так, образ жизни. Пусть даже у меня есть и другие бизнесы, как производство микрозелени, но это остается, ну, и хобби, и, ну, образ жизни, да. Все, друзья, начинается дождь. Надеюсь, я донес свою мысль, и вы будете очень, очень осторожны и аккуратны в своих желаниях. Все, друзья, всего вам доброго, скоро увидимся, пока. Продолжение следует...